Сантин Чуга. Как вы видите, солнышко смылось, но еще совсем не потемнело. В более темной обстановке, думаю, будет вообще ничего не видно. Ну и так, я думаю, все заметили, что разрешение просело очень сильно. Но если смотреть на небо, то в небе все хорошо. Проверяем качество записи видео. Сантин Хьюга или как-то так. Остановочка, пошли. Стол. А теперь запись с фронталки. Вообще офигенно, по-моему. Сантин Хьюга или как-то так. На мой взгляд, очень даже хорошо. Все, что-то. Продолжение следует... Ну что, друзья, видео вы уже посмотрели, теперь вы смотрите примеры фотографий. Сразу замечу, на мой взгляд, аппарат работает относительно хорошо, но с фокусом у него наблюдаются некоторые косяки. То есть на близком расстоянии фокус ловится где-то в 80% случаев, а если объект съемки находится от вас далеко, вот хотя бы как эта кошка, то уже процентов только 30. Фотографии будут с успешным фокусом на том объекте, о котором вы мечтали. И не помогает даже так называемый тач-фокус, то есть нажатие на экране вашего смартфона в ту зону, где бы вы хотели сфокусировать фокус в фотографии. Но зато вблизи, вот пожалуйста, очень даже прикольно все видно. Но опять же, не в 100% случаев, но на мой взгляд, аппарат стоимостью 4600 с мелочью рублей, если даже так снимает, это уже здорово. Ну и напоминаю, что процессор тут стоит Snapdragon, но из очень бюджетных на нынешний момент серий, хотя раньше он был как бы и неплохой. Посему имеет кучу косяков, о которых я рассказал в обзоре. Ссылки, думаю, будут в описании, ну и также вы можете самостоятельно найти на канале. На канале все это есть. То есть процессор по нашим нынешним временам не очень быстрый, очень горячий. Ну а в остальном у него не хватает только навороченных кодеков для передачи звука по Bluetooth. А в остальном аппарат получился прикольный. Корпус зачетный. Ну и в общем фото, если не смотреть на точное положение фокуса, очень даже красочные, красивые. Ну и в общем все при них. Всем спасибо, всем приятного просмотра. Далее примеров фотографий, местами даже с увеличением, чтобы вы поняли, как он снимает в разных условиях освещенности. Скажу только одно, ночных абсолютно фото нет. На это я и не рассчитывал за 4600. Но фото в помещении, на улице при пасмурной погоде, вечером при пасмурной погоде, когда чуть-чуть солнышко даже выглянуло. Все есть. Приятного просмотра. Всем пока и спасибо за то, что были на канале от Латухи. Всем чао. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok